Моя территория, она, она, она вот, вот это какое-то царство, моя, моя дверь, я чувствую, что здесь одно зерно, второе зерно, я знаю о великолепии, вот вертикальности, по-другому, посередине леготи, которые уже знают, умеют, вот сейчас они чуть грамотные уже, и эти четыре, четыре сустава, они, они так расписывают линейки, однопараллельный дороги, передний, который отвечает как будто бы образно, это зеркало, которое, отражение, которое является заднее, заднее отражение, переднее, здесь имеет заднее отражение, вот эти вертикали, По оси архиевского сложения, по оси этой голени, по оси местных колен, по оси вот этих сигалищных буро, которые не откидываются, которые держат меня здесь на вертикаль, какую-то кинейку. И вот это старая оси. Потом есть боковые оси, а дальнейшие плоды внешние, которые идут через выкляхивающийся сустав направления через вертикальный сустав, украдя уже лобка, лобка, вот этот копчик приподнялся, как я, понимаешь, весь этот забор, все соединения есть, оба сустава, которые держатся как клещи. То есть вот те, которые вкладываются в наш бедренный таз, вот внутренние оси четвертые, которые влобоко содержат эти сухожилия, эти стяточки, которые придерживают наш таз и освобождают седачи губна, какой-то на колен, чтобы ни в коем случае не оседать на этих суставах, не отдавать на этот сустав, который на тело суставу может сотреться. Так вот наша вертикаль, она уже, она может быть сопроводима в том случае, если мы, если мы знаем, как ее первым дыханием вдохнуть и продержать ее. Значит, вот здесь у меня проживание будет растекать, будет вытекать от вдоха, от вдоха. Сюда я чувствую, что я собрала, собрала эту ось внешнюю до верхней части бедренной кочки, вдох, вдох, взял свое обращение губка и освободил мои почки. И здесь свои параллели, пожалуйста, они обе, у нас счастливцы, они обе имеют связь между пучцами, которые одевают эти четыре, а теперь до скорбы пятого сустава, на нашего, нашу нижнюю часть тела, включая бедра, которые являются дверью нашей человеческой жизни. Так вот, если я хочу сделать шаг вперед, я себе нашла дорогу и буду возстраивать свой шаг, освобождая свое тело высшей частью, верхней частью, которая от губка, то пройме повыше, у меня содержат эти ключицы, не ключицы, а ключицы. Перед этим горнем, который называется, будет мой алтарь и будет содержать мою гору. Над, над соединение, над какой-то верстикали, которое будет мое образование, потеря зверинной породы, чтобы приобщиться и общаться к верстикализации вдоха и выдоха через каждый портбонок, или вдох и выдох через каждый портбонок, вдох и выдох, распрямляя мои крылья перед полетом, не оттанивая, а перед тем, чтобы мы можем восполнить мощь, и поднять вот эти мышцы, которые требуют лёгкости, и лёгкости подана соинно-сервными мышцами, которые здесь проводят на верстикале. Правая ножка вдохнёт, она будет держать, она будет держать свою параллельность осей. Во сне 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вход в эти двери обязывает меня на ощущение этого вдоха, который мне освобождает эту ялочку, эту пройму этой ялочки, пройму этого сустава, освобождает. Не навекает на него тяжестью, а освобождает. Коленку тогда будет свободно. На первый вдох от этих мышц передних, вдох идёт наверх и тянет эти бёдра, вот это одеяние, вот это мышечное, и он тянет сюда, к этой, к сакральному внутреннему массу, туда, туда. И вот здесь у меня вот эта какая-то защита большая, которая мне даёт возможность освободить этот член, этот таз. И теперь этот костяк будет танцевать. Она будет, она будет ощущать вот это зерно, и она приподнимется сюда, вдохнёт, чтоб чувствовать, что есть ток. Вдохнёт пупок, почка держится. Вот верхняя часть постарается пойти шагами вперёд, правой ножкой, и освободить, на одну стопу идти вперёд. Не расшапливая своё право на лево, а только посредине, оп, маленький шаг вперёд. Она выдыхание, она приподнимает тяпку и чувствует, что она не будет оселять на этот уже аварийский фикс, вертикаль. Она выдохнула. Теперь она поверит, как она поставит этот вдох, и не будет оселять, она будет пружинно разыскивать, в какой вертикали нас отведает одекратно вот этот, этот. И на выдыхание можно идти вперёд, нам приподнимает тяпку эту опору, что вот здесь эта правая нога опора проверяет здесь левое организационное вертикали, поспребуждая всегда ключицы и челюсти перед, ключицы перед словом. Она выдохнула. Теперь она вдохнёт, а здесь остаётся всё на своём месте. Вдохнёт и выдохнет, когда весь этот собор пойдёт вперёд, но исходя от верхней части кроватости, с двух аркильев, а не от ног, но вдыхание её всё свободное, вертикаль. Ноги, если ноги, на осень ног, вот она вертикаль, она не ожидает здесь, она приподняла всё, здесь у неё всё свободное. Здесь это, эта пройма против этой проймы. Эта верхняя часть верзанной кости, да, а он бур и с этой частью верзанной кости. Этот, этот, всегда лишний бур столько же притянут мышцами, которые скрещают, скрещиваются, до того, как они будут придерживать и чувствуют выдыхание эти, на сплетение вот этих мышц, которые находятся, найдут диафрагму, и на выдыхание у неё приподнимут расстояние между бёдерной косточкой, чипвыхлением, и выдохом вот этого солнечного сплетения, расстояние, которое я уже прочувствую, не обсидать на нём, не понятно, если здесь все идти, а чувствую, что здесь я могу освободить. Я вдохну, шагу, я выдохну, шагу, проверяя себя, не об этом, будет проверять правое у вас. В ней с собой всё будет работать, все свободно, а руки будут всегда свободны. Я вдохну, и она выдохнет, шагу, и она пойдёт назад, она вдохнёт, и выдохнет, поставит на место, вдохнёт, и поставит вдохнёт, всё идёт на место, но выдохнёт, она должна проглотить вот эту задушку и ни в коем случае не терять эту ось по выдохе, она вдохнёт, вдохнёт, и опять вдыхает, и будет выдохнуть крыльями, но не замыкаешь, не идти назад, но только ногами иметь мощь, идти во тьме, без глаз, поэтому идти назад, нужно чуть-чё всегда, пупок, пупок, какое-то вдыхание, вдохни, вдохни, всё на месте, раз, два, три, четыре, или четыре, пять, три, три, четыре, вот это кроме бедра, кроме бедра, упок, ладок, он не тащит, он свободный, всё улетает уже, и выдохни ещё выше, ещё выше, не на дне плеча, на плечах вылезли, всегда плечи подопускаться к локтям, а выдохни только диафрагмой, который ты собираешь, и опять вдохни, проверь, что ты вот протягиваешься на листикаль, выдохни на листикаль, и вот твой шаг будет всё время образовываться в взаимосвязанности, как у нас в нашей Библии сказано, что один не убивал другого, что один смотрел на другого, что брат помогал другому, что это значит для нас, когда мы подходим к себе, это в этом создании, в котором мы живём, это вот эта вся наша Вселенная здесь, она расположена, чтобы мы её управляли на славу каждого окна и каждого темы, и каждого кусочка, каждого прохода. И вот, когда мы хотим пойти правой, правой ногой вперёд, мы не можем идти вперёд кое-как, и как мы ходим по улице, и всё это, мы даже не думаем, мы ходим как зверь, как зверь, как всегда, он живёт в нас, в состоянии инстинкта, зверь как не дышит, поэтому мы надыхаем зверь болезнью, и ходим в себе криво, постанавливаем на то, что мы завалёвываем на Олимпиаде всякие состязания фантастических, психики, которые нам учат, но учат ли нас, к каждому родительному, нашей красоты, для здоровья, нашего роста. Вот это другое откровение. И здесь, может, совсем другой подход. Мы должны прислушиваться тому, тому капиталу, который у нас родил, который нам даёт Господь, и первым нашим показанием будет идти к себе. Вот так вот, если никогда шли в шагу, мы к себе, мы должны знать, что сперва это всегда, что эта верхняя часть тела будет ответственна за нижнюю. Если я пойду этим шагом, это вот эта часть уже будет отвечать. Как я могу второе, вот как-то правое за левое. Теперь вот эта правая опять пойдёт вперёд. Она будет левую приподнимать, чтобы левая не отставала. Но левая не пойдёт кое-как. Левая пойдёт ещё лучше, из-за того, что правая не дала указание. Она пойдёт, и выдохнет ещё лучше, ещё легче. Она пойдёт вперёд, она поставит, она пойдёт на вертикаль, на вертикаль такого чего? Внешние части, передние части, внутренние части, которые сходят со свиньми, и задние части. На одном уровне, в какую сторону я бы хотела взять правильность, и выдохнет она, когда она улетёт, улетит от этого тропины, улетит этим суставом, потом этим суставом, потом этим суставом, потом этим суставом, и крылья будет располагать её в пространстве. Хорошо? Да, Наталья, очень хорошо. Много сказок, много слов, но нужно постепенно, постепенно, сперва, войти в рамку, которая нам подойдёт строгость нашего послушания. Теперь мы должны знать, что всё это свободно должно располагаться, что здесь у нас нет никакого, какого-то закрепления, открепись, стой, продерживайся, показывай, что ты можешь. Ни в коем случае. Ты позову, давай, пожалуйста, вот моя стопа – это зерно, я поставлю, почувствую, какой-то рисунчик, я почувствую, что тут есть осень. Я поставлю другую носку рядышком, постараюсь не налегать, не делаю, и как будто бы на транквинчик, когда я ставлю, я где-то выросну, вырасту до коленок, и потом до пройми этой бёдренной кости, что у меня вот эта пружина, я почувствую эту пружину. Несколько раз, что я почувствую, что я сперва выгодно её за то, что у меня есть какой-то звёк. Левая нога, вот она пройдёт вперёд, но она должна не забыть правой, значит, она поможет правой, правой ей уже, правой даёт о себе знать, она приподнимает, чтобы левая была на своей высоте.